Друзья, всем привет! Вы на канале CryptoHodl. Сегодня поговорим об инвестициях в криптовалюту на долгосрок, какие виды инвестирования есть, по сути, и как можно там заработать. Также хочу добавить то, что это видео сделано по просьбе чата нашего криптовалютного. Если вы еще на него не подписаны, то обязательно подписывайтесь, ссылочка на него будет внизу. Ну и на моем канале уже более 1700 подписчиков. Очень приятно, что вы смотрите мой контент. Надеюсь, скоро будут 2000. Спасибо вам за это. Поехали! Давайте первый способ возьмем. Это заработок на ICO. В принципе, это не так сложно, как кажется, потому как есть такая платформа, как CoinList. Для новичка пока кроме CoinList ничего знать не нужно. Просто то, что все токены, которые выходили с CoinList были профитные и топовые, это уже достаточно этого. Ребят, смотрите, что касается CoinList. Это платформа, где можно поучаствовать в приватной продаже монет, соответственно, за USDT, за USDC и другие стейблкоины. Можно за эфир, можно за биток. Смысл того, что здесь можно приобрести по приватной цене токены. Но если бы так можно было сделать и срубить там кучу иксов, то это делал бы каждый, да, и знал бы каждый. Но здесь есть такая вероятность, как доля везения. И, наверное, где-то только 2, если вы участвуете с одного аккаунта, то, наверное, может, у вас есть шанс там, наверное, от 2 до 5% поучаствовать. Если у вас там больше аккаунтов, то, конечно, ваши шансы возрастают. Но фишка в том, что шансы реально очень малы. Мне удалось поучаствовать только в одном преселе. Это ICO Casper опция 4. Вход был максимальный 100 долларов по 0,015 долларам. Я поучаствовал, вложил 100 долларов 7 апреля. И смотрите, что получилось на данный момент. Я получил залоченных 6666 токенов. На данный момент они стоят 3600 долларов. То есть, ну, вы представляете, да, поучаствовал на 100 долларов, получил 3600 долларов. Правда, это цена с локами на год. После года будут выплачиваться частично там до полутора года. Плюс у меня будут реварды, то есть процент годовой, 10 или там 8 или 10 процентов. Кто-то скажет, туфта, там, за год могут токены упасть и так далее. Смотрите, почему именно CoinLiz, да. Здесь все проекты выходят топовые, соответственно, вы можете здесь погуглить и посмотреть. Плюс ко всему, Casper уже добавился на многие ведущие биржи. Например, на Huobi торгуется. Поэтому я не думаю, что Casper может упасть вот с этой цены, где сейчас 36 иксов, упасть ниже 100 долларов. То есть, я думаю, что такого точно не будет через полтора года. Плюс ко всему мне не жалко эти 100 долларов. Поэтому думаю, что CoinList это отличный вариант для того, чтобы поучаствовать как в долгосрок, так можно и в кратко срок поучаствовать на этой площадке. Ссылка на CoinList будет в описании. Едем дальше. Друзья, что бы вы делали, если бы вы знали конкретно монеты, в которые инвестируют Binance, либо братья WinkleWoss, либо фонды, такие как Andres Horowitz и многие другие? Я думаю, вы бы изменили представление о данной монете и обратили бы на нее внимание. Давайте разберемся, как находить монеты, в которые инвестируют фонды и как пользоваться CoinMarketCap. Потому как CoinMarketCap это крупнейший агрегатор статистики криптовалютный. Соответственно, им нужно пользоваться для аналитики, особенно для аналитики в долгосрок. Итак, перед вами открыта Binance Labs. Это портфолио фонда инвестиционного, именно криптовалютной биржи Binance. И здесь мы видим, во что они финансировали в последнее время свои деньги. Это Polygon, это Terra, это BTT, Elrond, OneInch и другие проекты. Как из этих проектов выбрать наиболее перспективный проект? Я рекомендую это делать по капитализации. Чем меньше капитализация, тем больше перспектив роста данной криптовалюты. Вот возьмем, например, Hopper. Достаточно интересная криптовалюта, есть у меня обзор на нее. В нее инвестировал Binance, а они на Binance еще не торгуются. То есть в перспективе это может случиться. Также давайте, допустим, рассмотрим монету BENT. Смотрите, мы здесь видим капитализацию данного проекта, общую циркуляцию монет, окончательную эмиссию. Ну, понятно, что график, да? И еще немаловажно по аналитике именно криптовалют, это смотреть, где они торгуются. Потому как топовые монеты, все топовые монеты будут торговаться на Binance, на Binance USA, на остальных топовых биржах. Вот Bitfinex, Huobi, Bittrex. То есть полностью, полностью полный топ. Akex, BitHub. Здесь все топовые биржи абсолютно представлены, да? Вот на BENT. И BENT занимает 166 место CoinMarketCap. То есть, по сути, он может попасть там в 20 перспективе. Смотрите, как искать именно вот фонды, да? Открываете монетку, которая вам понравилась, например, BENT. И смотрим. Она относится. Ага, здесь теги. Космос Экосистем. DeFi. Оракул. Дальше смотрим. А вот Binance Labs Portfolio. Соответственно, мы нажимаем на Binance Lab Portfolio. И нас перекидывает на страничку, во что в последнее время я инвестировал в Binance свои деньги. Вы спросите меня. Денис, а что помимо Binance есть, да? Вот, пожалуйста, смотрите. Во что инвестировали? В инвестировал фонд братьев Винклвоз. Здесь Filecoin, здесь Tezos, здесь Zcash. Все, в принципе, в этом году здорово росло. Все инвестируют в Ethereum, все инвестируют в Bitcoin. Давайте посмотрим, что инвестировал, допустим, Blockchain Capital фонд. Polkadot, Uniswap, опять Filecoin. Смотрите, да, особенность Doggy Money. Здесь нету догов нигде. То есть, никто не инвестирует в Doggy Coin. Только такие хомяки, которые заходят к нам в чат и кричат постоянно. Как купить Doggy Coin? Почему я не могу вывести Doggy Coin с Currency? Ребят, фонды не инвестируют в такие шиткоины, как Doggy Coin. Очень будьте осторожны с этой монетой. Она может рухнуть так же, как и выросла. Опять же, смотрим, вот, да, крутые фонды стоят, допустим, за этой монеткой. Опять же, ее капитализация всего лишь 200 миллионов. Это очень мало у Doggy Coin. Там капитализация, наверное, 20 миллиардов, если не больше, если не 40. Смотрите, во что инвестировал Coinbase. Вот Coinbase Ventures Portfolio, да. Опять же, Polygon Terra. Давайте смотреть, которые монетки с маленькой капитализацией. Это Rally, у меня в портфеле она есть. Другие, Rarible и другие Мина здесь, да, вот, в Blockchain Ventures. Давайте еще раз вам напомню, как смотреть. Заходим, допустим, Rally. Смотрим. Общая капитализация, общая эмиссия. Монет достаточно много, понятно. Циркуляция маленькая на данный момент. То есть, надо тоже учитывать, общая циркуляция всего лишь 1% от полной эмиссии. То есть, сейчас монета, в принципе, дорогая. Но в перспективе, чем больше монет будет вливаться в рынок, тем она может больше дешеветь. Тут уже надо смотреть более досконально проект. Его посетить в веб-сайт, посетить дорожную карту. Давайте попробуем это сделать. Почему нет? Но перед этим давайте глянем. Смотрите, топовая биржа, да. То есть, здесь, опять же, вы видели бенд, который торгуется на всех топах. А вот сейчас мы смотрим Rally, который торгуется только на BitHub. Совсем недавно залистили. И на KuCoin давненько уже залистили. То есть, по сути, эта монетка еще только развивается. У нее большое будущее, потому как у нее уже в инвесторах есть Coinbase Ventures. Как разбирать проект по сайту? Заходим на сайт, смотрим, что здесь есть у данного проекта. Желательно найти команду, желательно найти роудмап данного проекта, чтобы посмотреть их цели на ближайший год. Также очень важно понимать партнеров, которые связывают свое будущее с данным проектом и так далее. Это что касается анализа сайта. Также очень важно понимать, что монета должна быть относительно новой. Потому как в старые монеты, такие, например, как Калиста, да, с маленькой капитализацией, с большими идеями и амбициями, вряд ли полезут фонды. И вряд ли там будут топовые биржи. Что касается Rally, то я уверен, что они могут быть и на Binance, и на Coinbase, и на Huobi, и на любой другой топовой бирже. У них все только начинается. Цена монеты достаточно привлекательная на данный момент. И вот еще раз закрепляем то, что Coinbase Ventures в инвесторах. Давайте посмотрим, может еще есть другие инвесторы. И здесь мы наблюдаем, что вот Андрес Хоровец фонд тоже является в инвесторах Rally. Это не реклама монеты Rally, я вам ее не рекомендую сейчас покупать, наверное, на этом падающем рынке. Но давайте посмотрим еще один фонд, куда инвестирует Андрес Хоровец. Пожалуйста, монета AR, которая недавно добавилась на Binance. До этого у нее не было тоже много топовых бирж. Сейчас мы ее проанализируем. Опять же, здесь есть Rally, и здесь немного монет. То есть, всего лишь 14 монет, в которые инвестирует Андрес Хоровец. То есть, это совсем мало. Но смотрите, тут уже все монеты, кроме вот этих вот последних трех, торгуются на топовых биржах. Но Flow еще не торгуются, по крайней мере. Вот все, все остальные торгуются на топовых биржах. Но Flow уже без этих бирж сделала 300 иксов в этом году. Так, смотрим AR. Да, тоже там монетка выходила совсем недавно. Она относительно новая. Появилась летом. Кстати, Rally появилась зимой, где-то может осенью. И у нее вот похожий сейчас график идет, как у AR. И сейчас вот они вот залистились на Binance. И, пожалуйста, в этом моменте достигали отметки 40 долларов. Что касается AR, то капуализация постоянно растет. Смотрим фонды. Опять же здесь Multicoin Capital, Blockchain Capital, Andros Horowitz. То есть стоят за этой монетой фонды. Поэтому эта монета, она легко попадает на топовые биржи. Смотрите, AR, да. Хоби, Bittrex. Ну, Gate понятно. Binance, само собой. То есть эта монета уже была обречена на успех в будущем. Также смотрите, друзья, по самому сайту, да. Здесь можно посмотреть white paper данного проекта. Здесь можно посмотреть социальные сети. И, конечно же, сам сайт посетить. Давайте посмотрим на white paper. Смотрите, то есть если вы в любом случае будете инвестировать монету на долгий срок, то вы должны изучить ее идею. И, как видите, открытый white paper есть у проекта AR или R, как угодно. Я не знаю, как он правильно называется. Пожалуйста, не критикуйте меня за это. Что ж, думаю, здесь все понятно. Идем дальше. Друзья, также на Binance, если вы там еще не зареганы, то обязательно зарегистрируйтесь. Есть такая функция, как Binance Yern. Она находится вот здесь, в разделе финанса. Здесь вы можете зайти и посмотреть, какие монеты можно положить под стейкинг. То есть под годовой процент. Например, в стейблкоинах дается даже до 7% годовых. То есть на сроках, допустим, на 90 дней. Можно положить под фиксированный стейкинг. Давайте попробуем. Вот, смотрите, всего лишь нужно зайти, выбрать данную монету, чтобы у вас было минимальное количество. Нажать «Добавить актив». И здесь, соответственно, если есть у вас монетки, то просто нажимаете «Количество» и галочку. Потом вы можете досрочно снять эти монеты, но вам просто не начислить проценты. То есть проценты обратно заберут. Или же вы можете додержать там 30, 60, 90 дней и получить вот такой вот процент именно годовых. Ну, допустим, если вы хотите, чтобы у вас постоянно находились монетки в стейкинге, но, к сожалению, будет процент гораздо меньше, вы можете использовать раздел «Депозиты». И здесь, пожалуйста, вот, даже биткоин дается под 1-2%. Стейбл коины опять же неплохо. Файл коин там 2%. One inch дается 3%. И вы можете эти монеты без комиссии, без каких-либо потерь процентов завести и снять хоть несколько раз в день. Думаю, проблем у вас с этим не будет. Поэтому, если вы хотите покупать топовые монеты в долгосрок, то, наверное, лучше бы это было делать на Бинанте и ложить их под Binance Yern. Если же вы хотите, чтобы монеты хранились у вас, то вам нужно найти такие кошельки, которые платят реварды по ним. То есть, ну, опять же, тоже стейкинг проценты. Но при этом монеты будут находиться у вас. Так тоже можно сделать. Есть определенные инструменты, но это уже не для новичка. Для новичка это будет тяжеловато. Лучше уже выбрать какую-то отдельную монету и по ней задать мне вопрос. Возможно, я помогу, как можно сделать на удаленном кошельке. Тот же самый стейкинг. Так, ребят, смотрите, про фонды говорили, но вот сейчас поговорим об один крупный инвестиционный инструмент, который любит инвестировать американца. Я думаю, что белорусу он недоступен, да он, в принципе, и не нужен. Это Grayscale. Это очень крупный кит, можно сказать так, на рынке криптовалют, который в крипте держит около 50 миллиардов долларов. И они гражданам США помогают покупать криптовалюту через их фонд внутренний. Как мы можем отследить, что они покупают и что они держат? Все очень просто. Вот смотрите, 14 мая есть отчет, да, обновленный отчет. В рынке находится сейчас 48 миллиардов. И смотрим, что они покупают. И вы, опять же, должны понимать, если такие крупные фонды с 50 миллиардами денег, да, входят в крипту и покупают там токенбат, биткоин кэш, чейлинг, мана, децентралэнда, файл коин, что здесь еще есть, горизонт, лайткоин, вот есть малознаменитая монета, ее нет на бинансе, лайфпир, стеллар, заткэш и какая-то еще там мелочь, видимо, ее не афишируют. Смотрите, как вы думаете, будут ли расти эти монеты? А теперь откройте график и посмотрите, как вырос файл коин, как вырос зен, как вырос эфир классик. Ну, понятно, что эфир вообще не обсуждается, чейлинг и так далее. И лучше посмотрите, что еще не успело вырасти. И, возможно, стоит купить на средний срок либо долгосрок тот же вот лайфпир, тот же лайткоин, который еще, в принципе, может показать большие иксы, тот же бат. Бат вообще, как бы, из этих монет, наверное, самый недооцененный. Поэтому набирайте в Твиттере, и вообще в Твиттере вы обязательно должны быть зареганы, потому что в Твиттере проще всего следить за новостями. Мгновенно сразу они там появляются, и если вы поставили кнопочку уведомления, то вы ничего не пропустите. Поэтому рекомендую вам следить за Grayscale, куда они инвестируют, туда рекомендую инвестировать и вам, потому как они в этом плане большие киты. Ребята, вернемся на Binance. И хотелось бы добавить, что немаловажный фактор – это фактор самого рынка. Если это бэчий рынок, да, и он уже подходит к завершению, то может наступить криптозима там на 2-3 года, может больше. Если это медвежий рынок, как вот здесь, да, то туда действительно есть больше потенциал роста и больше шансов там войти по хорошим ценам и потом разгрузиться там по ценам в 10 раз дороже. Поэтому обращайте внимание тоже на фактор рынка. Если вы хотите инвестировать, может, от 5 до 10 лет, то это, возможно, не так важно. Но, опять же, лучше дождаться хороших цен. Вот сейчас, в принципе, цена неплохая, но будут, возможно, цены и лучше, там по 30 тысяч, по 20 тысяч долларов. Возможно, будут такие цены. Может быть, мы сейчас пойдем на 100 тысяч долларов. Никто не знает. Поэтому, опять же, обращайте внимание на сам рынок. В какой фазе он находится, не перекуплен ли он, приемлемые ли цены, потому как вот просто надоели уже с этими вопросами по доги коину. Но вот какой доги коина долгосрок, друзья? Давайте посмотрим доги. Зачем он вам на долгосрок? Он сейчас стоит половину доллара. Он занимает на CoinMarketCap такую капитализацию, которая вам даже не снилась. А всего лишь там год назад, давайте посмотрим, он стоил 0,002 доллара долгое время, да? 0,002, а сейчас полдоллара. Я даже не могу сходу сказать, сколько это иксов. Там 10 тысяч процентов или больше. И вы представляете, куда он может упасть. Он вот сюда вот точно упадет. Понимаете? Рано или поздно он здесь вот окажется, доги коин. Он не полетит там за 10 долларов, поверьте мне. Потому как давайте делать на практике. Возвращаемся на CoinMarketCap наш. Находим здесь доги коин, который находится на пятом месте, да? С капитализацией в 63 миллиарда долларов при учетом того, что цена от доги коина подупала на 20%. То есть еще плюс 20% было 80 миллиардов долларов в доги коине. А есть те же монеты, как ралли, к примеру, да? Которая капитализация всего лишь 200 миллионов долларов. То есть 63 миллиарда и 200 миллионов. То есть разница огромная. Только у доги коина никакой технологии нет. Это полный мем и спекуляция. Потому как, видимо, монеты все находятся у группы либо у одного человека. И он полностью манипулирует рынком. Накачивает его и разгружает. Или как ралли, за которым стоят фонды, у которых есть реальные технологии. Которые реально могут в будущем интегрироваться в реальный сектор экономики. Я думаю, я вам объяснил, почему не стоит инвестировать в доги коин. Особенно сейчас. Если доги коин опять будет стоить там 0,002 доллара. Тогда можно задуматься и то на небольшую сумму. Что ж, друзья, давайте подытожим. Лучше всего покупать монету на преселе. Там есть реальные иксы. Даже с локами ничего страшного. Можно долго подержать. Аналитику всю мы смотрим по CoinMarketCap. Там есть все биржи, на которых торгуются монеты. И можно примерно понять перспективу данной монеты. Желательно на данный момент покупать монеты, которые недавно вышли на рынок. Потому как они являются наиболее перспективными. У них маленькая капитализация. Также желательно изучать их сайты, white paper, дорожную карту. Знать по какой цене проводился пресел, если вы заходите не на преселе. Чтобы понимать, до каких отметок может откатываться монета. Также нужно понимать, есть ли залоченные монеты в сети. Или же все монеты в рынке. Какой общий объем монет в рынке. Есть ли окончательная эмиссия. Есть ли антиинфляционные инструменты. Вот например, эфириум собирается сделать хардфорк, где комиссии за интерзакции будут сжигаться. И инфляция будет становиться все меньше и меньше. Если им это удастся сделать, то тогда эфир реально будет стоить космических денег. Также не забываем вложить свои монеты по возможности на реварды, стейкинг и другие начисляющие, возможно начисляющие проценты, там типа фарминга. Это все на долгосроке, соответственно, скажется в положительную сторону. Следим за фондами, за очень крупными игроками, такими как Grayscale. И смотрим в какую сторону они идут, какие монеты они себе добавляют в портфель. Потому как они до этого провели большое исследование данной криптовалюты. И не зря, наверняка, они в нее инвестировали. И самое главное, самое последнее. Вы должны для себя выработать четкую стратегию. По какой цене входа вы готовы войти, на какой срок и когда, какими частями вы будете разгружаться или будете разгружаться вообще. То есть у вас должен быть свой личный план, ваша стратегия по входу в этот рынок и, конечно же, по выходу из него. Потому как все, что растет, рано или поздно этот рост заканчивает и начинается падение. Поэтому желаю вам покупать по самым низким ценам, а продавать по самым высоким. Обязательно подписывайтесь на канал, делитесь этим видео своими друзьями. Не забудьте включить колокольчик. Ну а у меня это все. Спасибо за внимание. Пока-пока.